Привет, мальчики, девочки, дамы и господа, наша парфюмерная дружина. Спонсор сегодняшнего видео, магазин Рандеву, и в честь нашего сотрудничества с ним публикую в описании свой именной промокод на 10%, который будет действовать до конца 2023 года на любую покупку от 2,5 тысяч рублей и будет суммироваться со всеми акциями и скидками, которые уже на Рандеву проходят. Тут кот Гагарин бегает и, может быть, хочет с вами поздороваться чуть попозже. Итак, сегодня мы продолжаем знакомство с маркой Arrèche Le Doré, не знаю, как правило, Arrèche Le Doré, а именно коллекцию Atar Collection. The History of Atar Collection называется Данный Сэмпл Сет. Первое видео у меня уже есть на канале, там три аромата, с тремя ароматами я знакомился сейчас же, оставшиеся четыре будут. Так, вот Гагарин тут вот. Да, Крихтюн. Привет, скажи, ребята. Какой? Гагарин. Скрипулька. Кто там говорил, что я его за бубенцы дергаю, чтобы он мяу говорил? Видите, я его вот так вот двумя руками держал. Ну, в общем, прекрасный бокс, великолепный. Конечно, я уже говорил, оформление. Просто приятно держать в руках. Открываешь? Ребят, ну, аромат, конечно, натуральный, да, действительно. То есть, как бы я не хотел включить скептика, но пахнет это прям вот. Знаете, вот все-таки есть у меня ассоциация с именно периодом советским и с засилием советских духов и одеколонов в нашей жизни, потому что все остальное было недоступно, собственно. Ну, простым смертным, по крайней мере. И вот аромат вот этого бокса, собирательный такой образ, очень напоминает. То есть, мне кажется, что именно какие-то, действительно, много натуральных компонентов как в советских ароматах было, так и в этих. Это бумажечка-шпаргалка будем читать. И давайте вот с первого по четвертый, получается. Нам сегодня предстоит опробовать. Значит так. Ле Мити, наверное. Или Ле Митти, наверное, по-французски. Вот фиг знает, может, по-арабски. Давайте. Оп. Ох, ох, какой забористый. Сразу, сразу не похожий на остальные, прям. Такой, знаете, пепельницей, как следует. Такая, прям, прокуренная кожаная куртка. Аромат заядлого курильщика. Это, знаете, опять же, из детства. Тут же ассоциация. Я где-то в каком-то из роликов уже вспоминал. У папы в ящике. В его, ну, как бы, его отделение. Там в комнате. Где его вещи лежат. И там вот испокон вообще, вспоминаю, 30-40 лет назад там лежали какие-то, в том числе, и сигареты какие-то штучные, не штучные. И табак. Периодически просыпался, где-то там среди других вещей оставался. И, может быть, какие-то вот именно затушенные окурки там лежали. Я не так давно забрал, ну, как не так давно, пару лет назад, кожаный чехол. Я же увлекаюсь ножами. И вдруг увидел у папы от некоего ножика, ну, я просто прикинул по размеру, что он подойдет к моему Викториноксу. И вот из натуральной кожи чехол, которому тоже 100 лет в обед, сделанного с СССР, там прям цена в копейках или в рублях. И он пропах вот этим табаком, то есть это вот, ну, парфманьяки, они же все нюхают. Я вот с детства нюхал все. И там, и тетрадки школьные нюхал, как вот эта новая бумага пахнет, да, и всякие глянцевые журналы, и как в метро аромат тоже мне нравилось нюхать. И, соответственно, для меня это уже был букет, то есть кожа, чем-то, видимо, дубленная, имеющая собственный запах, пропахшая сигаретным таким вот подкопченым, то есть горелыми даже, не только свежим табаком, но и подкопченым таким вот. И вот здесь как раз, ну, я просто пытаюсь описать вам запах, здесь как раз либо мокрая пепельница с бычками. Очень реалистичный, вот прям первый вдох, и я прям в шоке, насколько это реалистично. То есть пепельниц, естественно, я пробовал парфюмов пепельниц, так называемых, да, которые с какими-то такими нотками пробовал я немало, но здесь прям самое такое сухой, такой жесткий, бескомпромиссный, ноль сладости. Практически вот недавно у меня обзор был на Армане, Вуа Дон Санс, да, и вот тот тоже такой прям, я говорил, не парфюмерный, здесь та же самая история. Вот интересно, кстати, как-то он раскроется, мне кажется, ну, что он не изменится как-то драматически. Интересный по задумке, ребят, заплюсую только за задумку, потому что, ну, мало таких строгих, таких жестких ароматов, но при этом, понимаете, строгий, жесткий, но он не душитель, вот мне кажется, он не душит, он просто вот бруталити. Да, как уж, да, мой сладкий мальчик, понюхай, понюхай, ему нравится, тоже как натуральные пахнут. Он даже, знаете, по-моему, после предыдущего обзора, он мне, я же на руки наношу, и он, по-моему, видите, как с интересом, с каким-то, то есть он чувствует там, еще звуки есть. Стал помечать, смотрите, помечает коробочку. В общем, вот этот вот Ле Мити, а, ну, давайте про него прочитаем, что же говорится. Single Note Composition, понимаете, то есть композиция из одной ноты, вот сразу чувствуется эта строгость и минималистичность, какая-то вот однонаправленность, ага, значит, созданная из уникального, с помощью уникального традиционного индийского метода дистиллирования Dry Clay in a Copper Pot. Ну, короче, в медной чашке Clay, что такое? Ле Мити, это не парфюм, ну, вот, ну, скорее всего... Ребята, я клянусь вам, я не читал эту шпаргалку, и я не подходил к этим ароматам. Ну, а то скажете, что это заранее все подгадал, ничего подобного. Короче, не парфюм, но скорее бутилированная эмоция, которая, репрезент, ну, короче, представляет момент первых капель дождя, которые, ну, короче, падают на сухую Clay. Может, почва? Почва? Ну, слушайте, ну, может, что-то и почвенное есть, но мне именно табачный запах. Именно он. Так, значит, еще узнать нужно, слушайте, погодите. Посмотрел я, короче, в словаре Clay, глина, соил, земля, Clay, соил, глинистая, земля. Ну, понимаете, абсолютно не удивлен я, что здесь вот такое использовано, а я слышу табак, потому что, ну, ароматы чем-то похожи. Сухие, горьковатые такие, вот, не парфюмерные, опять же, понимаете, да? Слегка пыльноватые, да, что табак, однозначный пепел табачный, и сами вот эти вот опилки листьев, все это с пыльным таким подтекстом. Короче, ладно, че я. Следующий аромат у нас будет, сейчас я вам скажу, это Жюльхена, что ли. Вот непонятно на каком языке, на арабском или на французском. Или Гульхена тогда, если на арабском. Гагарин, на каком языке, скажи мне, а, Гагарин? Желтое пятнышко, прям желтое. Ой, вот этот, а этот прям совсем веселенький такой, теплый, добрый, сладенький, лучистый. Тоже, о, дико напоминаю. Вот, кстати, вот, а вот этот, извините, что часто вспоминаю про свой первый одеколон, ну, формально так я его назвал. Первый мой в жизни одеколон собственный, именно чтобы любимый был, желанный, индийский сандал. Я вспоминал и в первой части обзора про него, потому что, ну, очень это масло сандаловое, походу, используется активно в подобных ароматах. И напоминает, но другой, медовый, вот мед пошел, сладкий, такой хороший, опять же, мед. Вот, горячишный, нет, липовый. Сладострад, белоцветочность какая-то, медовость, прям вот именно аромат сладострастия. Гульхена. Интересно, что там есть. Мне кажется, белые цветы, сандал, опять же. Ну, другой он, конечно, побогаче, подороже пахнет, что неудивительно. Одеколончика недорогого. Хоть там и качественное масло сандалом, и здесь. И что, и мастерство парфюмера, опять же. А что, собрано-то неплохо. Ну, и вот те три тоже, именно сама сборка. Потому что, не устаю повторять, сколь бы дорогущие натуральные ингредиенты вы не пихали, свои ароматы, если вы бестолочь, ну, не умеете вы грамотный замес создать, никакого толку не будет. То есть, по стоимости компонентов у вас будет мега-дорогущая конкокшн, вот это вот, да, а толку ноль. Ммм, сладострастный, очень приятный, такой позитивный аромат. Я бы, наверное, такой бы носил. А, кстати, а такой почвенный, что-то в нем есть, ребят. Вот, как я говорил, опять же, в обзоре Буа Дон Санс, такие ароматы в коллекции должны быть, потому что они как бы анти-парфюм. Не в смысле, что плохой, а как бы вот противопоставление вот этим всем понятным, ярким заявляющим, там, те или иные какие-то там эмоции, настроения, аромата. Он прямолинейный и минималистичный. Даже вот прям, прям интересно. И это интересно. Ммм, какие-то, знаешь, знаете, вот даже не мед, а медовуха, пьяные медовые ноты. Точно медовые. И сладкий, но не по послепателю, вот, кстати. Неприторный. Приятно сладкий. Прям мне нравится. Мне нравится. Сейчас я хочу, чтобы все названия у меня читались не... Ну, то есть, чтобы... Чтобы названиями кверху, короче, они все лежали у меня. Давайте... Ммм, прикольные. Ну, может быть, еще... Еще, если повынюхаю, может, еще какие-то ноты обнаружу. Но общий профиль, я вам сказал, я думаю, что этого достаточно. Интересно. Современный, свежий и цветочный... Современное, свежее и цветочное прочтение одного из самых шикарных, gorgeous, но недопонятых индийских атаров, названного Менди Атар, видимо, так. Который сфокусирован на белых хенна-флауэрс. Я не знаю, что это за хенна. Верхний нот и бергамот, и магнолия. Вот, видимо, магнолия такое сладострастие дает. Потому что у магнолии очень много аспектов. И медовые там, и слегка цитрусовые она может давать. И фруктовости чуть-чуть. Ну, там очень комплексный аромат магнолия, который можно, в принципе, запихать его в парфюм. И он уже будет как будто многосоставной. Вот этот запах магнолия. Но он и есть такой. Можно ничего не добавлять. И можно дать десяти обзорщикам на слепые затесты. Каждый в нем по нескольку компонентов назовет. Сердечные ноты. Сердечные, да. Вот хена-флауэрс опять. Что за хена? Роза, жасмин, короче. Ну, вот цветы, да. Дистиллированные на базе белого мускуса. Базовые ноты сандал-вуд. Сандал-вуд. Сандаловое дерево. Ну, блин, чувствуется вот. Вот не зря у меня этот одеколон советский, харьковский. Харьковская парфюмерная фабрика. Как я изучил эту ноту сандала. Вот не ту, не рассольную вообще. Абсолютно, абсолютно вот противоположную. Никакую. То есть, вот кто привык к рассольным сандалам, здесь прямо на другом полюсе. Совсем иное. И я этот аромат люблю. Интересное вовлечение парфюмерия все-таки. Приятно, что что-то в голове откладывается, что-то нос помнит. Помнят твои руки, помнят твои губы, строгие цветы. Значит, следующий. Третий. Ой, тоже цвет какой красивый. Верный, посмотрите, цвет. Обожаю, когда хороший цвет у парфюма. Ничего с собой поделать не могу. Я понимаю, что... А, Beauty and the Beast. Данил про него рассказывал. Мне, что здесь что-то шоколадное. Ну, поэтому, типа, я... Про этот я немножко знаю, что шоколад, но с чем-то смешан. Ну, посмотрим. Шоколад, мне кажется, мое личное мнение, что оно-то капризное. В том смысле, что ее можно много где заявить. Много где парфюмер считает, что он справился с задачей. Он ее обыграл, он ее презентовал в аромате в своем, ну, как надо. А при этом, опять же, десяти человеком вы дадите послушать? Кто-то не услышит вообще шоколада. Кому-то это будет нота мимолетная. Вот как, например, Монталь. Ну, может, там это мисснейминг, как оно называется, короче. Неудачное название, может, придумали Монталь. Чоколад гриди, да? Жадный шоколад. И я лично там, ну, шоколада вообще минимум слышу. Печеньем, да, пахнет. И многие так. И это загадка вселенной. Где же там шоколад? Когда аромат именно так и называется, в принципе, на кондитерскую тему. Ну, короче. Ну, вот вдыхаю. Первый же вдох. Опять же, очень, очень. Ой. Ой, какушки, какие писечки. Все это. Ой, мама. Она как, понимаете, особенность вот этого парфюма, анималика, да, как вы уже поняли. Она едкая. Она едкая, как аммиак практически. Она прям, прям морщишься реально. Ну, это тоже интересно. Ну, это я так. Ой, мама. Я непроизвольно, честное слово, гримасничаю. Ох. Ох, жестко. Вообще никакого намека на шоколад, вы понимаете? То есть, даже у меня костыль есть, что он там есть, но я его там не чувствую. Еще дело в том, что слишком он резкий, едкий. Не в плохом смысле, а именно в интересном. И, соответственно, ну, видимо, какие-то слишком яркие ноты забивают основное звучание. И сложно, может, мне этот шоколад, который там есть, вычленить. Может, позже, когда он слегка развеется. Мне кажется, вот этот со шлейфа нужно нюхать. Сразу чувствую старорежимную такую, как это сказать, компоненты, которыми обрисовывали кожаные аккорды в, ну, скажем, 70-80-х годах. Шанель Анте, Герлен Дерби, вот это вот, Диор Жюль, вот оттуда. Ну, мне, мне пахнет, как кожаный аккорд, но сейчас такое не делают. Может, тогда это все натуральное было, а русский Адам, он и по сей день это натуральное добавляет. А в таких коммерческих, в массовых парфюмах может быть Beauty and the Beast, понятно, да? Красавица и чудовище, кстати говоря. Давайте, я название не учел, давайте подумаем. Красавица и чудовище. То есть стартует вот чудовищем прям до сих пор. Это не то, что там первые спиртовые стартовые ноты, а это, ох, прям с кислотностью такой едкой. Но едкость, я с аммиаком сравнил, абсолютно не аммиачная, другого характера, тема интересная. Кстати, вот эта кислота, какая-то ладанно-дынная, какой-то дымный дистиллят, как будто бы здесь. Вот он какую-то грековатую кислинку, короче, дает. Вот. Тоже сандал, кожа, ох, жесткий. Сандал, кожа, дым. Анималика безумная. Но вот сейчас уже он просто едкий, но анималика, именно писи-каки, они ушли. Ну, по крайней мере, ярко выраженные. Они уже так запрятались, но все равно что-то такое есть. И, знаете, такая резчиночка, какая-то некая, которая мне напоминает вот про почву аромат, самый первый, который я протестировал. Это интересно. Может, потому что он здесь рядом, на той же руке. Ну, как будто чуть-чуть вот этой мононоты, глины, земли, ее как будто сюда тоже добавили. Да, Гагарин, слушайте, нет, все-таки животные. Кожаная нота, она отдельно старорежимная, но анималика поверх, ну, то есть отдельно. И, видимо, смысл-то в чем, что либо красавица откроется где-то в базе, либо, как я уже сказал, нужно тупо даже не пытаться с пятна нюхать. Бывают такие парфюмы, и прям у меня предчувствие, что он из них, что нельзя с пятна, надо в шлейфе. Либо он ужасный и прекрасный, имеется, то есть по замыслу парфюмера, ужасный и прекрасный одновременно. Вот знаете, ну, к нему что-то притягивает. Заметьте, ни один, вот уже целых три аромата я испробовал, и ни один аромат я не опустил. Почему? Потому что они с душой собраны, понимаете? Они, то есть чувствуется мастерство парфюмера, чувствуется, что фантазию проявил, а не тупо там, знаете? Вот если бы я какой-нибудь обнаружил, типа, а-ля шипр старых времен, слушайте, этот прям безумно. Вот этот второй, как его называть-то, гуль хена, безумно. Все-таки что-то советское прям до боли напоминает. Ну, а тем не менее, все равно и компоненты богаче, и все. Ну, то есть, я имею в виду, если бы тупую какую-то кальку винтажного аромата я бы обнаружил, то я бы сказал, ну, как бы мы это все слышали сто раз. А здесь, несмотря на то, что может что-то напоминать каждый из обследованных, исследованных ароматов, они именно вот, ну, особенно почвенный вот этот, да и этот вкусный. И вот даже красавицы-чудовище, да, очень такой непростой красавицы-чудовище. В огромном объеме я бы его точно не брал, но, знаете, миллилитров 10 в коллекции иметь, и это очень-очень-очень интересный, может быть, экспириенс, вот куда-нибудь в люди его нанести. Ну, блин, он такой, вот, ох, не для всех. Прям с ног сшибает, ребят, причем спрейчик был маленький-маленький, такой пятнышко-малюсенько. Мне как чувствовал, что второго не нужно добавлять. Так, давайте прочитаем Beauty and the Beast, что у нас говорится. Значит, наиболее лакшерис, наиболее роскошный и дорогущий костли. Natural Ingredients of Indian Parfumery, Parfumery, Parfumery. Короче, наиболее роскошный и дорогой ингредиент индийской парфюмерии, а именно роза и ут, ну, почему я не удивлен, представлен в прекрасно гармоничном, в прекрасно, ну, короче, perfectly, великолепно, короче, гармоничной и классной не в смысле клёвой, а классной от слова la classe, короче, классной композиции. Верхние ноты. Индийская роза. Розу-то я и не нашел. Но если роза, то она такая очень джемовая, конечно, она не... Ну, такая вот она очень сгущенная. Ноты сердца. Французское какао. Что за французское какао? Французское что, какао делают? И базовые ноты. Индийский уд, дистиллированный в розовой воде, и другие вариации индийских удов. То есть еще какие-то уды. Ну, короче, ребят, розу, да, как-то не особо. Но она... Короче, не обнаружил я розу. Ух, вот кому жесть хочется прям. У Дуси-то тихо плачет в сторонке, безнадежно плачет. Душь уже вся размазалась по щекам. Прям действительно чудовище. Вот монстр. Вот хочется... Очень грамотно и красиво, понимаете, да? По старой сказке, значит, назвали аромат. По хорошей сказке, да? В честь сказки. И очень это хорошо описывает сам аромат. Ну, не скажу, что здесь прям какой-то красавица или красавица обнаруживается. Но в шлейфе весь вопрос, да. Чувствуется потенциал просто аромата. Я его чувствую. Все. И, наконец, ребят, последний. Последний аромат у нас. Амбре де Коко. Ну, все-таки, наверное, по-французски. Шоколадная амбра. Шоколадная амбра. Попробуем же. Интересно. Может, здесь шоколадка? Ох, желтая какая, видите? И тоже. Вот здесь, кстати, прям пыльный какао-порошок чувствуется. Пыльный, хороший такой. Не дешевый какао-порошок. Но тоже не сильно. Что-то тоже цветы. Возможно, магнолия. Также жасмин роза. Ой, что-то очень такое приятное. Что-то специи, вообще кочущая нос. Наверное, какао дает такой вот. Ну, что, амбра. А, кстати, вот интересно. С одной стороны, вроде бы, восточный сет ароматов амбра везде должна быть напихана. Ну, так, можно ее ждать, да? С вероятностью высокой. А вы заметьте, вот, из четырех ароматов, ну, вот, только в четвертом, наверное, она и будет указана. Именно уже в списке нот. Ммм, очень-очень классный. Наверное, это мой фаворит. Амбре Ле Коко. Именно в плане, что он наиболее такой какой-то сразу понятный. Не супер винтажный. Хотя вот винтажные коды, они везде есть. Для меня. Ну, покуда я в детстве именно занюхивался винтажами только советской парфюмерии, и поэтому я оглядываюсь на нее. А так-то понятно, так-то понятно, что во многом советская парфюмерия создавалась с оглядкой, да, на французов, на итальянцев. И где-то даже копировала, уклюже или не очень. Классный. Какой прям гармонизируется на глазах. И вот цветы сладкие, такой какао праздничный, такой какой-то золотой. А у него окраса этого аромата. Ой, блин, и этот классный, вот, который второй. Кстати, вот этот более феминный. Все-таки он такой нежнятина, знаете. Вот сейчас он раскрылся. Второй это у нас Гульхена, который очень приятный. Но, как вы помните, я сразу сказал, супер сладострастный. Вот эта сладострастность, его, по моему мнению, больше как-то, ну, вот, для девочек. Хотя, ну, не то, что прям сильно феминный. А вот этот вот пожестче тут. Я тоже почему-то чувствую кожу. Сандал, тоже цветы. Ну, наверное, вот это какао. Хотя вслепую я бы его не вычленил, ребят. Недостаточно здесь вот прям явный шоколадный аккорд. Ну, хотя я думаю, что парфюмер этого и не задумывал. Чтобы в лоб било какао. Наверное, для парфюмера, может быть, это сильно скучно. Чё шоколад? Вот силовая нота почвы, это другое дело. Но по-прежнему не меняю мнение. Мне пахнет папиным ящиком деревянный ящик. Где очень много-много лет лежали всякие его приблуды там всякие. И металлические, может быть, штуки. Спички те же тоже деревянные. И вот эти сигареты. И этот сильный табачный запах. А знаете, вот эти бычки затушенные, извините, что перескакиваю. Вот эти затушенные бычки, они же вонючие очень. То есть можно провонять так, если куда-нибудь положить в шкаф. Там такая вонь будет от одного маленького, вот этого окурка затушенного именно. Что ой-ой-ой. Поэтому достаточно было туда бросить один когда-то. И вот им всё пропахло. Ну, а это-то уникальный аккорд, я считаю. А шоколад? Ну, чё шоколад? В смысле какао. Блин, ну классно. И, ребят, про все эти четыре аромата, соответственно, я уверен, что они... Их нужно разнюхивать. Они будут играть вдогонку первому моему выпуску. На аромат вот этот вот, по-моему, сандал. Я сказал, что да, вот этот майзор инсенса. Майзоровый ладан. Мне он прям, ну, меньше всех зашёл в предыдущем ролике. А потом, когда я выключил камеру и разносил, вот он у меня раскрылся несколько часов спустя. И на следующий день особенно. Он вообще изменился и стал таким интересным. Хотя, может, это и не он был. Может, это... Это Малик, наверное, был. Короче, я уже не помню. Я к тому, что нужно всё это разнашивать. Потому что ароматы непростые. Ароматы действительно меняются. Они играют. Они дышат. Они живые. И, знаете, я верю, что... Ну, не знаю. На столь процентов они натуральные. Но я верю, что действительно здесь очень хорошие, добротные, натуральные ингредиенты использованы. Почему ещё я так думаю? Ну, во-первых, нос мой, вот прям он чувствует это. А во-вторых, с советскими перекликается, когда там явно было дофига натурально. Потому что химпром советский, ну, не какущий был. И самое главное, почему я так думаю, потому что, ну, не похожие эти ароматы. Они выбиваются, понимаете, из того, что сейчас на рынке. Ниша вот эта вся дорогущая. Ну, Дусита, ладно. Ут Инфини я уже говорил. Конкретно Дусита. Вот она, да. Она в духе этих ароматов. Там тоже чувствуется натуральность. Чувствуется, что это всё дорого-богато. Но это исключение. А основная массовая парфюмерия, то есть чувствуется, что ингредиенты другие совсем. А раз мы знаем на 100, ну, практически, да, на много процентов, что современная парфюмерия использует химию в основном, то... Ну, короче, это, блин, это интересные ароматы. И я очень рекомендую... Да, Гагарин? Да, Гагарин. Видите, руки здесь у меня. Рекомендую ознакомиться. Вот в пробниках, я думаю, очень хороший даже вариант будет. Надеюсь, данный обзор был вам полезен. Оцените как-нибудь его. Не забывайте подписываться в нашу парфюмерную барахолку, где можно выгодно купить и продать ароматы, а также в Тёплую Лампу и Парфюмерную Дружину. Все ссылки на наши телеграммы в первом закреплённом посте. За всем прощаюсь с вами. До новых скорых встреч. Пока. Да. Ой, а что пока-то? Я же забыл зачитать вам, что в этом Амбре де Коко содержится. Наиболее популярный, комплексный, интенсивный индийский атар, известный как Амбер Шамама, трансформирован в современный, изысканный специевый сандал, да, опять же, и удовую шипровую парфюмерную композицию. Только про шипр говорил, да, верхние ноты, прикосновение персика, персикового аккорда и абсолюта какао. Сердечные ноты, более чем 50, более 50 вариаций индийских специй, представляете себе? И трав, дистиллированный в базе чистого сандалового дерева. Ну, я говорил в прошлом, да, ролике вам, что часто сандаловое масло идёт как основа для парфюмерных, для других масел, как носитель. Базовые ноты, прикосновение амбергриса, индийского уда, дубового мха и амбрового аккорда. Заметьте, указано именно не амбра, а амбровый аккорд. Ну, то есть, он может из нескольких каких-то компонентов состоять, которые имитируют, собственно, вот, аромат амбры. Ну, всё, теперь точно пока. Да, Гагарин? А, Гагарин? Да. Супер хай! Супер хай!